Досвятится. Имя Божье. Аллилуйя. Я благословляю детей Божьих. Шаббат шалу. 23-24. Не заботитесь ни о чем. Не всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Вот. Обращение к ворам. Потенциальным преступникам. К тем, кто воровали меня на заводе. Обращение очень серьезное. Потому что у меня было слово сразу, что они прокляты эти люди, которые украли заклонные деньги. И сегодня Бог мне показывает обращение Настардамуса, когда в его время был оборонен Храм Божий. Это слово такое же строгое, какое было дано мне. То есть то же самое. Тоже говорится о том, что ждет серьезное наказание тех, кто украл, вынес деньги с Храма. Значит, я читаю. Это письма Настардамуса. Тут письма к сыну Генриху. Любимому сыну Цезарю было письмо. Дальше письмо к Генриху. Послание к Генриху. Дальше идёт приложение номер три. Есть рисунок, который состоит из квадрата. В нём вписан ром. Потом ром вписан квадрат. Ну и по углам, получается, треугольники делятся ещё на две части. Такой рисунок. Здесь что-то прописано про рисунок. Подтверждение его откровения. Что он говорит? Преподобным сеньорам, господам-канонникам Кафедрального собора древнейшего славного города Оранжа. Преподобные сеньоры, по поводу вашего запроса об указанных и перечисленных вами кощунственных кражах относительно кражи и клада укрытого, но не спрятанного. Согласно астрономическому чертежу, помещенному выше, вы можете ясно видеть, что кража священных предметов была совершена в результате попустительства двух ваших братьев во церковь. Именно тех, которые раньше неоднократно высказывали мнение о том, что случилось с вашим серебром. Один из них предположил, что оно было увезено в Авенью, другой, что оно попало в какое-то другое место. Оба считали, что оно уже продано, ибо таково и было их намерение. Добычу имелось в виду разделить среди канальников, которые сейчас подобны солдатам. Это мнение не было добрым и благочестивым. Некоторые не согласились с ним, хотя другие были довольны. Но в конце и они не были согласны в том или ином путь. Но все остановилось, когда серебро было перенесено в дом одного из ваших людей и заперто там. А это было не по душе кое-кому. Одно изменение было. Надо перетопить серебро в бруски и продать его, сложив его по камень в доме одного из них. Затем двое или трое заявили, что это невозможно в течение долгого времени, ибо римская католическая церковь будет вовлечена в самые жуткие события. Итак, оно серебро было запято, хотя двое из них остались при том мнении, что его следует переплавить бруски и продать, сложив его временно в доме одного из них. Их было только трое. И они братья церкви. И они похитили то, что безупречно, намереваясь украсть все, не без сговора с хранителем. Ибо вы доверили овец волку. Так же, как Иисус Христос на некоторое время доверил свое стадо грабительству своей церкви, выступающим под маской веры и честности, так и вы доверили свое серебро, освященное и посвященное священному украшению вашего храма, дарованное некогда королями и правителями земли, как истинными хранителями веры и религии. Но имейте в виду, достопочинные сеньоры, что на тех из вас, кто знает, когда кража священных предметов была совершена, если они не будут возвращены полностью и не в руки тех, кому они были доверены, но возвращены непосредственно в храм, на них этих людей обрушатся величайшие несчастья, какие когда-либо случались с человеками и на них, и на их семье. И более того, к вашему городу подойдет чума и распространится среди его стен, поэтому пусть они не противятся. Дальше по латыни написано перевод. Священники подобны товарищам благосклонных богов. Но увидят, как бог мстит тем, кто осквернил его святой храм и украл то, что в древние времена пожертвовали верующие. Поэтому прочтите это мое письмо в собрании всех ваших людей, но не открывайте его, пока все не соберутся. И тогда тут же лица тех, кто замешан в этом деле, выразят великий стыд и конфуз, ибо они не смогут скрыть этих чувств. Храните же это мое письмо как полное свидетельство истины. Будущее это покажет. И заверяю вас, достопочтенные сеньоры, что если украденное не будет возвращено тем или иным путем, они умрут самой жалкой и самой мучительной, медленной смертью с такими страданиями, которых никому не приходилось еще переносить. Если не будет возвращено и помещено в прежнее хранилище, и вы увидите, что именно так и произойдет. Я огорчен, что овечка была доверена волку. Исходя из этого, я составил свое послание. То, что я написал вам, соответствует астрономическим расчетам. Но я заявляю, не желая оскорбить никого на свете, что я человек и могу ошибаться, быть неправым и обмануться. Однако, если есть в вашем городе кто-нибудь знакомый с астрономическим учением, пусть ознакомится с представленным мной чертежом. И если он понимает в этом деле, он увидит, что я говорю чистую правду. Но не сомневаясь, сеньоры, если вскоре все будет найдено. А если этого не случится, будьте уверены, что горькая судьба ждет тех, кто совершил это чудовищное преступление. Большего я вам сейчас не могу сообщить. Бог хранит вас и вернет вас в прежнее положение. Хотя некоторые будут недовольны. Те, которые не захотят оказаться в компании таких же, как они. Господь не зря показал мне это слово. Почему? Потому что у меня произошел случай. У меня украдены десятые, десятая часть. Я собирала три с половиной года после смерти Марины Поплавской. И это мне было слово. Это деньги на то, чтобы выкупить. На воскрешение мертвых. Это деньги собирались на воскрешение мертвых. Таков завет с Богом. Бог видит в сердцах. Те, кто честно служат Богу, те будут воскрешать мертвых. Все остальные будут неуделы. То есть Бог освещает сердца. Он учит людей правильности. Я щедрый человек, не жадный, не скупой. И была поражена ненавистью, которая распространяется сейчас обо мне. С огромной скоростью. Распространяется ненависть. Вплоть до того, что деньги якобы были. Отсутствовали, что их не было. Как можно так изучать дело? Как можно так поворачивать дело? Никто не спросил меня. Никто не опросил. Юристы на заводе со мной не общались. Но поверили лжецам. А у меня в заявлении, по милости Божьей, не было никаких подозреваемых. То есть кто был заинтересован в том, чтобы сказать, что я якобы выдумал, что денег у меня не было. Придумали то, что я ругаюсь человеком. И причем я одному сказала, вернее, деньги. Но уже сказали, что несколькими ругаюсь. И другого человека я не обвиняла вообще, ничего не писала. Но кому-то было интересно. И ложь явная. Дальше. Человек этот начал болеть. Меня винят, что я довела человека до такого состояния. Но суды Божьи совершаются. Этот человек задавал вопросы мне к деньгам. Деньги любят тишину. Почему у тебя? Ты носишь с собой доллар. Деньги любят тишину. Кто-то залез в мою сумку. Узнал, что деньги есть. Богу было угодно, чтобы они были всегда при мне. Потому что это сужение. В стране война. Господь показал через Ностердамуса, что пророки имеют связь с Богом. И они определяют грешника. Тут он пишет об астрономических каких-то воздействиях. То есть есть какие-то астрономические расчеты. Бог через звезды показывает, кто вор. Это кому-то знакомо. Если люди эти умирают, то давайте призывать людей к покаянию. Сотворите достойный труд покаяния. Верните всю сумму, которую укладывают. Будьте благословенны все, кто любит Господа. 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 Будьте благословенны все, кто любит Господа.